Тонент 18-й, а третьего пока не увидим, поскольку счет в матче открытый. Не исполнял или нет, вот так все смешалось, но забил точно не забил, если исполнял. А тут в своем стиле, что называется, дождался, пока вратарь чуть-чуть садится на колени и пустил, так сказать, в домик, да, вот между щитов. Это кажется только что, если можно. Вот я смотрю, и часто это бывает критерием оценки серьезности матча. Никто не сидит на лапке, все стоя смотрят, да? А бидно сейчас пропустили? Ну, конечно, пропущенные голы не всегда обидны, и как бы сейчас надо нам всей командой делать выводы и справляться. А гол забивал, когда-то забивал, бросал прицельно или все-таки как-то наугад больше? Да, хотел под щитком, как бы, вроде вышло. И опять в угол площадки. Ну, я предположил, что 17 шепт мы разменяем сегодня, пока голов нет. Ну, вы знаете, момент такой, какая громадивая команда Ягрова, и радость у него, в принципе, полный мир. Ну, а что на скамеечке команда Яшина Сергея Александровича? Я хочу спросить, Вячеслав Аркадьевич, ваши забивают? Умеют это делать, но очень красивая комбинация. Я думаю, что с собой... Резонно было предположить, что он тут два раза справится. Но, сегодня матч особый. Сейчас счет станет 3-1, да? Счет станет на свете. 3-1! Три шайбы подряд команды Ягра, и я скажу, что чуть получше вот эта игра в касании. Вы знаете, если команда Яшина все-таки пытается подставить, одним подставлением там выиграть, да, то здесь столько передач, сколько надо. А Ягра отметился результат. Ах, какая передача! У Канян. Прошу прощения. Винхандаль! Четыре отслову, так сказать, да? Очень даже прижившийся у нас в России, забивающий в куда более серьезном соревновательном режиме, так на минуточку, может быть, никто не знает его историю, в шведском клубе «Мудо». Он, именно он, был первым, что называется, партнером братьев Сидинов, которые сейчас лидеры сборной Швеции, лидеры Ванкувер-Канаджа. И сколько могу рассудить, Георгий Гелашвили тоже остается в воротах своей команды. А Сергей Зубов за воротами соперника. Опять вот эта команда компания Алексей. Мимо скамеечки. Кистей с лета шайбы выловил, опорхнула она бабочкой. А так просто было бы даже с такой дистанции рано перей. Ягар. Вот такой перевод. И чистый выход один на один матер Савэн Ханглер. У него с Булитами не очень в российском чемпионате. Он сам это знает, поэтому... Очень красиво. Согласитесь, оба поехали за ним. Гелашвили тут еще не успел, да, запироваться по новой. Сможет Яшин в этой компании обречен выбирать центрального нападающего. Тоже ничего для него нового нет. Ягар уезжает от Зубова. Уезжает от Зубова и 6-2. Как не цеплял его Зубова. В принципе, форвард. Взъехал. Да в чем перевеска? Поддерживают два минимум форварда. В зоне охотно играет пас команда Яшина, но вот тогда Ягар минимум втроем. Вы знаете, если кто-то предположит, что вот у этого... Вот как раз объявляет сейчас Новицкий появление. Ну а ответную шайбу это не скажут. Щелчок это очень грамотно. В бильярдном таком складе. 4-1, напомню, после первой Ягарой компании Вери. Не так просто было. Смотрите, крутили шайбу. Она на ребрышке была. Едва ли не прыгала по льду. То есть ее еще укротить было нужно. И ровно в режиме. Тедов положил шайбу. Отыграв. Один год. Яшин. Хорош пас. Не знаю, что сейчас не бросал в касание. Сейчас был шикарный повод у арбитров. Видимо, это дать на самом деле. Без штрафа вообще провести подобную встречу. Это никакой не героизм. Ну а комбинат... Зубов великолепную долевую передачу делает на Сушинского. Терещенко, Зубов. Ворота пусты. Красота, правда? Вот как. Вторую шайбу свою забивает Хос Праспин. В подобных матчах встречаются редко. То есть от души, что называется, атаковал Хос Саворота. Имеет право. Абсолютно. Чем-то вот эта шайба напомнила мне первый гол в матче. То есть гол Зарипова. Ну, там ошибки вратаря не было. Здесь не к нашему матчу относятся. У нас особая стать. Все звезды континентальной хоккейной лиги здесь сегодня. Алексей Терещенко, одна из этих звезд, ищет другую звезду пасом. А другая злогой не будет сегодня перекрыт. Возможно, даже в этом периоде. Ну, это и естественно. Я напомню, что минус 20, а то еще и с хвостиком было в прошлом году. А мать была на открытом воздухе. Поэтому, конечно, столь комфортных условий. Останавливается не физически, а физически здоровьем, чтобы отмылось на этот сильный. Отнимается у него пространство и силы. А тем временем, у Шинских-2, зубов гол для передачи, они фактически все время играют вместе. Без вариантов, ничего отходить не оставил. Просто без жалости. Что, Делман с шайбой. Вашичек. Пелтонин включается слева, получает шайбу. И обманывает, обманывает Мезина. По всей вероятности, напрашивался в формате этой игры пас надаль завез. Вот смотрите. Пелтонин вроде бы должен искать вашичек. Бас не проходит, потому что там защитник, там Бабчук. А вот с бросочком получилось очень даже симпатично. И разрывчинка снова подрос до двух шайб. Конечно, ну что вот, видим пока он, кто-то любимец трибун. Но два раза уже ошибся. Я напомню. Команда Яромира Ягра. Юра, тебе слово. Спасибо, Сереж. Думаю, вот мне пришла в голову, знаешь, какая мысль, что отдыхают-то хоккеисты, может отдыхают, защитники. Но больше других отдыхают тренеры. Вот тем временем тут и... Вот давайте посмотрим. Опять сколько им будет тут передачей, да? Вот. И совершенно спокойно. Пустые ворота. А говоря об отдыхе, вот я как раз подумал, что, может быть, Милыш Ржига, Дехарик Гейт и Харик Гейтеля как раз и отдыхают вот на таких матчах. Потому что вот, как говорится, там не расслабишься. Там, ну, только что спину видящего. И я должен извиниться перед Сергеем Крабу за свою версию, согласно которой причиной главных побед команды Яшина в первом периоде было его нахождение на скамейке матчей всех звездок. Конциментальный хоккейный лидер. Карел Рахунок великолепным пасом. Вводит партнеры на бросок. И бедные-бедные мезинки. Ничего не можем делать уже абсолютно. По-моему, Торресон забивает свою вторую шайбу в этом матче. К слову, очень похожие на первую шайбу Торресона. Только там... Это был Данис Зарипов. Но у него все-таки он с упорственно между щитков и фарталюк хочет попасть. Раз попал в первом периоде. А это был Яромир Ягар. 11-6. Ну, господа. Вы знаете, когда так уж и откроют, так сказать, тайну, да? Произвел последний. Там два броска дается. Первым он проиграл более 10 км в час. И за 160 не бросал у команды Ягара больше никто. Вот он чуть-чуть выиграл. Да? У двух или трех хоккеистов команды Алексея Яшина. Вот. Там Игорь Никулин бросал хорошо за 164, да? И выходивший последним Антон Бабчук едва не добрался, проиграл 10-е. Я к тому говорю, что, казалось, утром команда Яшина просто соперника разгромит Бабчуку. Бабчук угоняет шайбу в ворота. Практически карьерами отыграл. Просто тренеры были очень довольны игрой или как? Юрий, я не могу спросить, потому что я сейчас нахожусь на лавочке уже нашей команды. В смысле, команды Алексея Яшина. Если позволить, я хочу у Сергея Зубова спросить. Переломная шайба была забита? Сейчас все пойдет по-другому. Может быть. Может быть. Будем надеяться. Время еще предостаточно. Много раз вы участвовали в матчах всех звезд. Какое впечатление от этого осталось? Так, если сейчас забьют, будет 8 на 11. Морозов. Между Щирков. Он не забил утром. Тарю бросать шайбу или все-таки нет? Вот. И потом мне показалось, что достаточно серьезно он подходил к этому вопросу. Не резвился, как утром, когда не забил.